МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В уроке мужества для молодых омские школьники встречаются с ветеранами Афганистана в преддверии памятной даты, о чем рассказывают участники военных действий. И точно в тысячу заметки и броски в кольцо, а мечей поощрят наличными. Кто готовит конкурс для болельщиков? Сельские школьники будут ездить на учебу на новых автобусах. Ключи от транспорта, приобретенного за счет федерального бюджета, сегодня вручили сотрудникам образовательных учреждений на Соборной площади. Автопарк школ пополнит 28 автобусов, 4 больших паза и 24 газели. Машины отправятся в Колосовский, Крутинский, Оконечниковский и Большевковский районы. Еще один автобус закрепили за городской школой номер 111 в поселке Николаевка. Таким образом, доставлять на занятия транспорт будет около 850 ребят. У нас в районе, в нашей школе, самый считается большой подвоз детей. У нас в школе 182, и на подвозе у меня уже 50 человек. И дети еще подвоз будут увеличиваться. Поэтому нам нужен второй, там вот второй у нас будет автобус новый. Получать автобусы в Омск приехали не только водители, но и директора сельских школ. Александр Борков пообщался с каждым. Главой региона интересовало многое. Спрашивал губернатор о состоянии дорог в районах, есть ли гараж для нового транспорта. И насколько школы укомплектованы педагогическими кадрами. Наша задача действительно сегодня создать условия безопасности всем 12 тысячам ребятишек, которых мы ежедневно подвозим к учебным заведениям. Для нас важно, чтобы наши дети успевали не только на занятия, но они могли еще и успевать на Олимпиаду, на творческие вечера, на спортивные мероприятия, которые проходят у нас в столице нашего региона, в Омске. И этот транспорт сможет все это обеспечить. Первую партию новых автобусов образовательные учреждения региона получили еще летом. В августе Александр Борков вручил ключи от 52 комфортабельных машин, оборудованных для перевозки детей. Заплатить за проезд в автобусе можно будет с помощью брелока. Электронные проездные в столь необычном формате скоро появятся в продаже. Правда, пока в небольшом количестве. Пассажир-сервис заказал пробную партию, всего 150 штук. Нужно понять, будет ли, во-первых, такой проездной пользоваться спросом, а во-вторых, как он себя покажет в действии. Сейчас новинку программируют и тестируют. Рассчитан электронный брелок на тех, кто постоянно теряет проездной. То есть, преимущественно на школьников и студентов. Но при этом, стоит он будет дороже обычной карточки, а именно 150 рублей. Так как и производство более затратное. К концу года в регионе построят 4 новых детских сада. Они расположатся на улицах Лисицкого, 22-й Рабочий, Краснознаменной и Конева. Контракты с подрядчиками подпишут в первых числах февраля. Об этом стало известно на совещании регионального кабинета министров. Строительство будет идти в рамках национального проекта «Демография». Новые детские сады позволят создать больше тысячи дополнительных мест, в том числе для малышей до трех лет. Всего в регионе планируется построить 10 новых дошкольных учреждений. На эти цели Омская область получит субсидию из федерального бюджета. 703 миллиона в 2020 году и 863 в 2021. Так, за три года для дошкольников создадут больше 5000 дополнительных мест. Работу 37 омских предпринимателей проверили. Под контроль попали коммерческие организации, ставшие победителями конкурса, в рамках которого городская администрация компенсирует расходы на оборудование, участие в выставках и погашение кредитов. Общая сумма материальной поддержки больше 4 миллионов рублей. И подробности Екатерины Балучевской. Этот компактный аппарат – мечта любого стоматолога. Именно с помощью него донтисты проводят сложнейшие операции, например, по вживлению имплантов. Иногда, говорят специалисты, установить протез пациенту практически невозможно. Он попросту не вмещается в узкую кость. Ее приходится расширять. И в этом деле скалер, так называется современный прибор, незаменим. Но стоит он недешево – почти полмиллиона рублей. В этой стоматологической клинике аппарат появился за счет субсидий с городской казны. За счет субсидий, которые мы получили в прошлом году и также в позапрошлом году, конечно, мы имели возможность приобрести стоматологическое оборудование и приборы, которые без этой помощи, наверное, бы не приобрели до сих пор. С помощью этого прибора можно расширить кость и в нее после этого установить имплантант. А до этого это делалось вручную, что приводило к массе осложнений. Не только скалер, но и стоматологическое кресло в клинику также закупили на бюджетные деньги. Организация стала одним из победителей конкурса на возмещение затрат. Его ежегодно проводит Омская мэрия. Основная цель – поддержать развивающийся малый и средний бизнес. На это из городской казны выделяют больше 4 миллионов рублей. Средства распределяют между 30 и 40 коммерсантами. Здесь надо разделять субсидии и гранты. Субсидии предоставляются категории предприятий, которые уже понесли затраты. Понятно, что на первоначальном этапе, когда предприятие покупает то или иное оборудование, для них это действительно накладно. Но в перспективе, через какое-то время, когда они заявляются к нам на конкурс, часть из этих средств, которые они потратили на это оборудование, мы можем компенсировать. Материальную поддержку предоставляют по пяти направлениям. Так, за счет субсидий можно не только компенсировать расходы на приобретение дорогостоящих приборов, но и погасить кредиты. Или же поучаствовать в выставках, как это предприятие. Здесь производят уникальное для всей страны медицинское оборудование. Аналоги едва найдутся даже за рубежом. Аппараты применяют при лечении онкологических, неврологических, гинекологических заболеваний. А в декабре 2017-го ультрасовременная техника украсила международную выставку в Москве. Однако демонстрация приборов обошлась и мечам втридорого. Только за участие предприятие заплатило больше 200 тысяч рублей. Выручили казенные деньги. Участие на таких выставках, как Москва здравоохранения, которое проводится ежегодно, она очень значима. Где можно одновременно со всеми переговорить, то есть обсудить аппараты, обсудить какие-то новейшие разработки. Такие субсидии, которые предоставляются, они позволяют нам участвовать ежегодно в таких мероприятиях и более плодотворно влиять на нашу деятельность. Всего в 2018-м на субсидии претендовали почти 70 предпринимателей. В этом году, говорят чиновники, число участников конкурса может существенно увеличиться. Екатерина Булчевская, Сергей Никифоров, 12 канал. Омский центр крови получил в распоряжение новое оборудование стоимостью более 7 миллионов рублей. Для работы медучреждения приобрели аппарат автоматического забора плазмы, термостат для хранения клеток крови и устройство для запечатывания контейнеров. Средства на эти цели выделили из областного бюджета. Еще около 45 миллионов рублей региональная казна потратила в прошлом году на социальные выплаты донорам. По словам медиков, дефицита донорской крови в регионе сейчас нет. Ее запасы регулярно пополняются мечами. В Следственном комитете рассказали о причинах обрушения дороги в селе Атир Катарского района. ЧП здесь произошло в ночь с 11 на 12 мая прошлого года. Земляное полотно через реку размыло. По версии специалистов, основная причина – замена строительных материалов при возведении объекта. Напомню, контракт на реконструкцию подъезда к силу Атирка на 55 миллионов рублей заключили чиновники сельской администрации и компания «Панорама». В период времени с 2016 по декабрь 2017 года по проведению работ подрядчикам были без согласования с проектной организацией замена часть материала при строительстве. Что повлекло за собой в 2018 году обрушение земляного полотна, мостового перехода, указанного подъезда через реку Атирка. Вместе с тем, должностые лица администрации сельского поселения, проявляя преступную небрежность, приняли объект в эксплуатацию. Ущерб составил свыше трех миллионов рублей. На работников администрации завели уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается. Обвинение кому-либо на данный момент не предъявлено. Амичи смогут воспользоваться электронной очередью, чтобы купить билеты на поезд. На железнодорожном вокзале установили специальный терминал выдачи талонов для обслуживания в кассах. Посетителям необходимо выбрать нужную операцию и распечатать квитанцию. На информационном табло высветится номер очереди и кассы, в которую можно обратиться. Так, покупка билетов станет быстрее, а ожидание более комфортным. В кассовом зале есть сидение, а в соседнем дополнительное информационное табло. Также система позволит избежать неудобств из-за технических перерывов. Студенты сегодня вышли на смену в экипаж ДПС. Они смогли посмотреть на работу сотрудников госавтоинспекции изнутри, начиная с дежурной части и заканчивая служебными машинами и их оборудованием. Познакомились молодые люди и с историей ведомства. Появилось оно в 1956 году и называлось тогда «Дорожный дивизион». Автопарк состоял из одной легковой машины и трех мотоциклов «Фиш». Причем ввести службу на них приходилось и летом, и зимой. Поэтому в форму сотрудника дорожной службы входили телогрейки на меху и обувь наподобие валенок. Интересно, что инспекторы ДПС не только наблюдали за порядком на дороге, но и делали разметку вручную. Специальная техника тогда еще не существовала. Напомнили студентам и правила дорожного движения. Хотелось бы быть и работать в ГАИ. Мне нравится это. Быть на дороге, быть в дороге, заниматься автомобилями и следить за этим, за всем. Мы воспитываем грамотных участников дорожного движения, потому что рассказывая то, что происходит на дорогах, мы в первую очередь обращаем внимание и стараемся, чтобы каждый студент задумался о том, что безопасность на дороге очень важна. Посещать музеи, театры и рестораны Омска туристы смогут со скидкой. Специальную карту гостя готовят к выпуску в местном туристском информационном центре и к 16-му форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Он пройдет в этом году в нашем городе. По словам создателей карты, она позволит ее обладателям приобретать билеты на спектакли и выставки местных театров и музеев по меньшей стоимости, а также получить скидку в кафе и ресторанах. Станет карта и своеобразным гидом для путешественников. Пользуясь таким мини-путеводителем, гости Омска смогут узнать об интересных местах, гастрономических заведениях и разных возможностях времяпрепровождения. Выпустят карту осенью, предоставлять ее будут бесплатно. История от первого лица. В Омске начали проводить патриотические встречи, приуроченные к важной дате. В этом году исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Одна из первых прошла в Омском центре гражданско-патриотического воспитания. Экскурсию по залам для школьников провел ветеран боевых действий. Он показал ребятам экспозиции, посвященные различным временным эпохам и событиям истории. Вот именно, что приближаются такие у нас знаменательные даты, как 30 лет вывода войск из Афганистана, 23 февраля. Ну и ребята смотрят вот именно экспозиции по истории нашей страны. Вот зал Отечественной войны, зал Афганистана и локальных конфликтов, исторический зал. Ребята проходят и смотрят историю Омска, своей страны. И вот именно по нашим памятным датам. 15 февраля 1989 года Советский Союз вывел войска из Афганистана. Встречи, посвященные этому событию, будут проходить практически ежедневно. Чтобы принять участие в подобной экскурсии, можно позвонить в Центр патриотического воспитания и согласовать дату и время. Омские баскетболисты будут платить горожанам за метки и броски мяча в корзину. Всего за одно попадание можно получить тысячу рублей. Именно такой денежный приз предусмотрен для участников конкурса «Меткий штукарь». Его запускает известная баскетбольная команда «Нефтяник». Правила незамысловатые. В перерыве матча необходимо поразить кольцо с центра площадки. Счастливчик, справившийся с задачей, получает заслуженную материальную награду. За один тайм-аут попробовать свои силы смогут 10 человек. Их выберут с помощью электронного приложения. Чтобы попасть в список претендентов, необходимо выполнить несколько условий. О них можно подробно прочитать в соцсетях. А вот проверить меткость можно будет уже в эту пятницу. 25 января «Нефтяник» сыграет с баскетбольным клубом Южного федерального университета. Впереди еще прогноз погоды на завтра. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.рум. Там же мы выкладываем и полные выпуски программу «Час новостей». Реклама будет короткой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На завершении выпуска о погоде завтра 24 января в районах и в городе пасмурно снег. По области ночью 9-10 градусов ниже нуля, днем минус 8, минус 10. В Омске ночью термометр покажет 9-10 градусов со знаком минус, днем 11 градусов холода. Ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. На этом пока все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин